всем привет с вами сергей проект по и сегодня хочу рассказать о книге я резня книги вселенной вархаммер и это не сорока тысячник про который я много рассказывал это не ересь хоруса про который я сейчас потихоньку прочитаю по порядку и вам рассказываю это 32 тысячелетие и здесь когда ересь уже осталась позади а все основные события и новые глобальные проблемы еще что-то впереди здесь человечество столкнется с другой проблемой вот про эту проблему собственно небольшое произведение его можно послушать и в аудио формате например и я вам сейчас расскажу итак я резня это первая повесть по сути в большом таком омнике омнике он тоже сейчас полистаю покажу на камеру пришествие зверя называется и весь первый второй и третий том 3 том до сих пор еще есть в продаже в на например книжный клуб фантастика мы знаем что именно книжный клуб фантастика издает у нас книги по вселенной вархаммер 40 тысяч и так я резня чем круто почему меня она зацепила я решил вам рассказать даже про вот эту первую повесть во первых автор тэн аббетт дэн аббетт один из самых знаменитых самых крутых авторов во вселенной вархаммера мне он очень нравится я стараюсь его произведение прочитывать и здесь он полностью оправдал мое доверие здесь имперские кулаки как вы знаете они обычно тэру не покидают они защитники были которые вот находились все время на тэре и вот был последний оплот который вот тогда в далекую ересь они ждали пришествия хоруса и там удерживали все ну на нам сейчас не эти события важно важно то что вот этот легион тут получается данный казалось бы небольшой надо отправиться на планету на которой странно и довольные ксеносы ну вроде бы мелкие с ними всегда легко разбирались и надо вот с ними разобраться и собственно туда отправляется сначала небольшая экспедиция вот и они уже почти все зачищает но внезапно оказывается что появляются новые существа более крутые из этих сеносов и уже что проблема уже и вот из гнезда они все прут прут проблема все расширяется и по ходу здесь будет что-то серьезное и настолько серьезно что начинает подключаться прям все все больше и больше игроков сюда все больше нужно людей прислать чтобы разобраться со всем этим и это вот самое самое начало завязка параллельно динамит нас кидает на тэру где мы как мы знаем там сейчас совет там политические интриги там борьба за власть и вот кто как бы пытается выбиться они уже давно отошли от обычных людей от проблему они уже немного расслабились сколько лет мало что меняется все какие-то мелкие проблемы легко решаются но здесь начинаются политические дрязги тут в пласте тоже рвутся разные люди хотят манипулировать хотят больше полномочий хотят больше власти власть это все-таки как наркотик и мы и за этим следим и как они реагируют когда узнают что вот появилась такая-то угроза которую казалось бы сначала мелочная но не так далеко от терры и тут потихоньку на разрастается и там что-то грядет глобально и страшно тем более как раз таки инквизиции кричит там по ходу очень большие проблемы не всю правду она говорит но что-то она там скрывает нас опять переносят на ту планету и мы понимаем там будут мощные разборки там появляется что-то способное уничтожить империум способная разорвать все разнести какое-то непонятная раса непонятный даже что за источник неужели эти вот примитивные ксеносы вот смогли такую технологию связанную с гравитацией связаны с там с движением планет с перемещением огромных пластов земли там и так далее что это за оружие кто за всем этим стоит нам это все расскажется очень много будет и смертей и гибелей и вот здесь все то за что я люблю вархаммер за бескомпромиссную борьбу за вот эту угнетающую атмосферу потому что когда там сверх зло такое предстоит и как она там побеждает и как ему противостоять и когда мощные люди которые верят свою свои поступки когда а стартас принимает определенные решения стоят до последнего до есть где-то пафос но они все равно свою миссию хотят завершить и все которые сюда будут вовлечены они там понимают что сейчас погибнут они должны завершить свою работу там джима газ и так далее надо передать информацию надо сообщить земле что вот здесь такая-то проблема это было круто это прям пробирала хорошие такие сцены были мощные и мы понимаем единственное что разочарование какое небольшой объем и понимаем что это завязка но что в конце нам покажется что это за проблема что за раз и появляется какая угроза несет кто этим всем управляет и к чему-то все придет и как этот масштаб только-только еще проблемы назревается еще параллельно проблемы там и на тере тоже там всякие политические дрязги переходят не только были политика слова там действия там уже и убийство и прочие нюансы такие пойдут поэтому все это очень грамотно переплетено дэн абдент вот реально очень классно пишет поэтому погружаемся мир вархаммера кто спрашивал можно ли почитать какой-то отдельный например цикл или отдельные какие-то произведения с чего начать ознакомливаться если там уже основы какие-то знаешь или во что там поиграл опять же я могу сказать что в с этой книги можно читать можно ее читать как отдельную вообще не связанной со вселенной вархаммер просто как классную историю боевую историю боевую фантастику без проблем можно начинать с этого произведения и потом потихоньку весь этот цикл напомню там всего у нас издано в трех томах три томника три антологи а внутри уже несколько там повести первая повесть это от дэна абдента называется она я резня почему называется я резня а если помните у некоторых легионов астартес чтобы не номера и так далее называть они у тебе клички дают имена какие-то персональные что таких распознавать и вот один из них там себя называют я резня но не все так окажется просто потом опять же в повести расскажется и это почему такая кличка и почему еще такое название выбрал дэн абдент в общем читайте классную историю о вторжении о враге который очень мощно у него сила и неизвестно как противостоять об пафосе небольшом но жертвенности о вере в правое дело о масштабных битвах потому что будут гибнуть там целые флота и так далее это прям потрясает много-много таких мрачных больших объемных таких стычек произойдет мне это все понравилось поэтому берем и читаем я резня а я уже собираюсь читать продолжение которое написал роб сандерс называется хищники и жертва это следующее по цепочке повесть читайте хорошие книги а с вами был сергей проект по пока и